СПОРТ 3.0 СПОРТ 3.0 СПОРТ 3.0 СПОРТ 4.0 СПОРТ 4.0 СПОРТ 4.0 СПОРТ 5.0 Публика восприняла крайне болезненно, зато мы точно знаем, что наработки Титана использовались при создании успешной Overwatch, так что не все старания прошли даром. Сталкер. Как много в этом слове. Для всех геймеров постсоветского пространства игра от компании GSC Game World стала не просто очередной убийцей времени, а поднастоящим культовым явлением, которое вызывает чувство ностальгии и мягкую грусть по всему прекрасному. Вдохновившись повестью братьев Стругацких, украинские разработчики создали потрясающее воображение вселенную постапокалиптического мира. Вот только, как и в случае с первой частью, новый Сталкер не спешил увидеть свет. Более того, к ужасу фанатов в 2011 году компания-разработчик прекратила свое существование, а проект был заморожен. После этого сторонние фирмы предпринимали несколько попыток реанимировать проект или создать игру-клон, а на площадке Kickstarter и вовсе собирали на это все средства, но это оказалось тщетным. Тем не менее, ничто не уходит бесследно. В момент, когда преданные фанаты уже почти потеряли надежду, а именно 16 мая 2018 года, генеральный директор GSC Game World Сергей Григорович объявил о возобновлении разработки игры. На официальном сайте компании был обнародован промо-сайт Stalker 2 с указанием даты выпуска 2021 год. Дождемся ли мы вторую часть? Покажет лишь время. Легендарная Half-Life – символ целой эпохи. Приключения Гордона Фримена стали культовыми, а сама игра породила небезызвестный Counter-Strike. При этом источники внутри компании, регулярно сливающие в прессе информацию, постоянно расходятся во мнении. Одни утверждают, что работа над Half-Life 3 движется, и разработчики уже ушли гораздо дальше простых концепт-артов. Другие сообщают, что фанаты никогда не дождутся игру, просто потому, что такого проекта вовсе не существует. Увидим ли мы когда-нибудь в продолжении истории молчаливого ученого с монтировкой? Увы, пока вокруг Half-Life 3 витает лишь туман неопределенности. С вами была Таня и программа Sport 3.0. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. А в комментариях делитесь, верите ли вы в светлое будущее для игровых долгостроев. Всем пока!